В сети появилась интересная получасовая аудиозапись, во время которой, как утверждается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, не путайтесь с тем, что с кувалдой, в телефонном разговоре с миллиардером Фархадом Ахмедовым совсем не радуется войне, а еще, используя матерное выражение, нелестно отзывается Владимире Путине. Хорошо написал декан Андрей Кураев. Они не подумали, какие нравственные страдания будет испытывать товарищ майор при прослушивании их разговора. Они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они не обвиняют во всем шайбу, называют его за глаза, естественно. И у них задача его снести. Ну, а сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну, потому что на кого-то надо списать. Слушай, Ченнез Эфизраевич, б***ь, б***ь. Ему, б***ь. Он отвечает за ВПК, б***ь. Он, б***ь. Они самые, б***ь, б***ь. У них коллективная вина. Они же все наверху, каждый из них отвечает за свой сектор. Стишки обосрали. Ни одного. Он говорил, что все, ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. Конечно, конечно. Они его обманули. Они его обманывали. Они его обманывали, б***ь. Они живут в своей парадигме. Они живут в своем мире, б***ь. Ну, чистый ушлепок, б***ь. Честно тебе скажу. Чистый ушлепок, б***ь. Ну, он всегда таким был. Жадный. Да, б***ь. Да. Это просто... У меня такое разочарование, б***ь. Я эту публику, б***ь, просто... Я в шоке, б***ь. Ну, удерживаются они или нет? Вопросы... Не знаю. Они просрались. Страну они просрали. Что они просрали? Да, да. Что они просрали? Не знаю. Я не знаю. А что мы ждем, Лер? Вопрос в том, что будет после них, вот чего. И как будет. Это пойдет, б***ь, суши. С одной стороны, когда были перегожницы, будет сопричники, будет, б***ь, там, махновщина, б***ь, будет спасать кинжалами, там, кувалдами, б***ь. Ну, это же донсенс абсолютно. Я ни одного разумительного заявления не слышал. Ну, а сам Иосиф Пригожин, конечно же, заявил, что запись поддельная и сделали ее роботы-злоумышленники. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Плитолог Абазгалямов о том, что это вполне среднестатистический разговор представителей российских элит. Как там еще обзывают Путина и вообще могло ли его это как-то задеть? Все мои источники многократно мне говорили, буквально с первого дня войны, многократно говорили о том, что пересказывали свои разговоры с представителями эстеблишмента, так сказать. Сами там делились своими мыслями. И всеобщая была уверенность, что все плохо, все отвратительно. И по мере ухудшения ситуации на фронтах, по мере появления понимания того, что Блицкриг точно провалился, сначала понимание, что Блицкриг провалился, потом понимание того, что вообще войну выиграть не получится, даже затянувшиеся. И вот по мере накопления вот этого понимания степень критики, градус критики усиливался постоянно. Поэтому ничего нового не прозвучало. Было просто приятно, что это наконец-то вывалилось в паблик. Потому что одно дело, когда ты это знаешь и говоришь, что вот это вот так, а доказательств предъявить не можешь. А тут, когда вот оно, вот оно материальное. Дословно цитирую одного из своих источников, который там в Кремле на достаточно высоком уровне. Он прямо вот сказал так. Вот те представители эстеблишмента, которые раньше, вот я с ними, говорит, общаюсь, и у них всегда кто-то в чем-то виноват, но не Путин. То есть, если они чем-то недовольны из того, что сделал Путин, они все равно его лично кратиковать не будут. Они будут говорить, значит, это Сечин его там обманул, оставил подписать, надоумил. Ну, что-то вот такое. Всегда кто-то из ближайшего окружения виноват. То есть, бояре плохие, царь хороший. Вот эта вот формула, он говорит, она постоянно воспроизводилась. И эти же самые люди, которые вот так раньше говорили, сейчас выражаются в духе, чтобы он сдох. Мы, понятно, там все пошутили, посмеялись, поёрничали, поцитировали друг другу, значит, этот разговор. А вы думаете, за Кремлёвской стеной к этому как-то могли серьёзнее отнестись, к этому сливу? Ну, у меня, конечно, конечно. Ну, во-первых, чисто вот психологически понятно, что Путину очень неприятно, когда его так вот, так публично, значит, уже публично получилось. То есть, оскорбить, ну, оскорбляют же его фактически там. Поэтому, понятно, тут есть элемент вот чисто такой эмоциональной обиды. Ну, и, во-вторых, конечно, это системная проблема уже, потому что вот то, что было секретом при Шиневе, но, тем не менее, всё-таки было секретом, да, в публик не вываливалось вот реальное настроение элит, то теперь это всё уже, так сказать, точно с ручательством, с доказательствами. То есть, вот эта фраза «А король-то голый?» мальчиком произнесена. Ну, вот эти фигуранты, они выступили в роли вот этого мальчика. И теперь все, каждый раньше знал, что мальчик голый, да, но публично это не проговаривалось. Редактор субтитров А.Семкин